продолжим изготавливать силиконовую форму на сегодняшнем этапе у нас весь силикон застыл и задача сегодня наша это разобраться с поднутрениями подготовить нашу форму к изготовлению жесткого кожуха нанесению эпоксидной смолы будем работать именно эпоксидной смолой она не имеет запаха и позволяет нам работать закрытых замкнутых помещений то есть без приточной и вытяжной вентиляции при этом мы не дышим никакими токсичными парами и бережем свое здоровье с чего начнем начнем с обрезки вот таких вот мест видно не видно вот таких вот мест которые остались у нас на краях наши силиконовый о наших нашей опалубки это силикон он дальнейшем нам помешает сформировать ровную плоскую стенку если мы к этой стенке дальнейшем будем крепить замки именно к этой стенке то здесь у нас получается не плоскость такие вот неровности углубления замок будет прилегать к стенке из стеклопластика не плотно это скажется на качестве нашей формы что мы делаем мы при помощи ножа такого или если вам удобно примеру канцелярского обычного обрезаем лишнее что делаем по плоскости прикладываем и отрезаем наш лишний силикон который находится на вертикальных стенках нашей опалубки стараемся нож держать перпендикулярно опалубки то есть по максимуму перпендикулярно чтобы не был у нас отрезали и убираем теперь наш излишки силикона которые остались у нас стенках это неизбежно это будет у вас всегда как бы вокруг аккуратно не работали бы аккуратно не наносили до их процессе в ажиотаже вам надо и контролировать толщину стенки силиконовой формы этом еще и не забывать ничего не пропускать то есть теперь видно что у нас более менее аккуратный край сформирован форма принимает более эстетичный внешний вид соответственно улучшается ее качество так силикон отрезали излишки силикона выкинули следующий этап не стопать вас поднутрениями то есть у нас вот в этом месте есть поднутрение вот чтобы у нас не получился обратный угол и когда мы будем изготавливать жесткий кожух смола туда не попала и не оставила нам замок то есть вот так вот мы уже не снимем на жесткий кожух это будет конечно очень печально чтобы этого не произошло есть несколько способов борьбы с этим примеру один из этих способов это нанести туда силикон излишки то есть но минус этого способа в этом месте утолщается наша силиконовая форма процессор сформовки становится более тяжелым расход силикона увеличивается минусы много второй способ это взять просто пластилин наш и эти поднутрения подлепить чтобы там не образовался обратный угол при этом способе есть тоже тонкость на которую хочу обратить внимание угол который вас при этом должен получиться он должен быть не прямой прямой угол плохо обратный вообще плохо то есть вы не расформуете он должен примерно 35 градусов чтобы жесткий кожух легко снимался то есть 35 градусов вполне достаточно для того чтобы в жесткий кожух легко снялся относительно вашей отливки или силиконового вкладыша все эти моменты не очень важны продолжаем силикону конечно пластилин прилипает не очень но прилипает есть еще один способ можно его использовать но когда вообще этого сегодня делается и на этапе изготовления жесткого кожуха стеклоткань наносится то есть уже с углом с определенным и не делается обратный угол вот так вот то есть сразу изначально делать но поскольку мы все-таки относим себя к новичка у нас опыта нету и не всегда это можно проконтролировать даже специалисты бывает забывает про это в ажиотаже или еще по каким-то причинам может быть просто в запаре и потом начинаются проблемы с обработкой жесткого кожуха уже при помощи ручного фрезера чтобы хоть как-то спасти нашу силиконовую форму поэтому на этом этапе лучше несколько минут уделить изготовлению таких вот углов чем потом мучиться допиливать нашу форму дышать пылью это конечно все нам еще предстоит ничего ничего так но и с обратной стороны все то же самое просто избавляемся от этих поднутрений отрицательных углов если даже у вас не очень получается прилепить пластилин поверхности силиконовой формы но у вас все таки как-то получается это сделать пускай это будет так чем вы получите отрицательный угол не сможете принципе снять жесткий кожух с вашей силиконовой формы это будет гораздо обиднее подлепим здесь мальчик что такое в общем в общем я думаю так уже пойдет так ну вот следующим этапом надо будет нарезать стеклоткань то есть стеклоткань нарезая сразу в размер размер нашей опалубки то есть вот так выглядит стеклоткань или стекла как же называется-то стекла рогожа называется у нас она покупаю местном магазине ее нигде не заказывать она должна соответствовать ширине нашей опалубки или бы чуть ее шире пример вот такому плане раз она уже сюда и легла то есть ровненько аккуратно хорошо вот и так же вот такой квадрат сразу который был перекрывал всю нашу плоскость я просто положу туда и он закроет всю нашу сову тоже очень удобно так сейчас что делаем сейчас замешиваю смолу и замешиваю эпоксидную смолу и можно будет приступать к изготовлению жесткого кожуха